Сторонники Блока Победы собрались в пятницу перед зданием суда столичного сектора Баюкана, где проходило слушание по делу депутата Марины Таубер, башкана Гагаузи и Евгении Гуцулой, активистки Светланы Папан о незаконном финансировании партии ШОР, которая впоследствии была запрещена. И на этот раз перед зданием суда выстроились полицейские, а также карабинеры, которые преградили протестующим доступ к зданию. Манифестанты принесли с собой плакаты с надписями «Санду и ПДС» «Желтая чума Молдовы», «Молдова, Таубер и Победа», «Санду, уходи». В протестной акции принял участие член Блока Победы председатель партии «Шанс» Алексей Лунгу, которого на предыдущей подобной манифестации задержали и насильно доставили в Буиканский инспекторат полиции, в результате чего он получил травму руки. Сотрудники полиции на этот раз не дали ему выразить мирный протест, запретив приближаться к зданию суда. Сейчас вы должны подчиниться требованиям полиции. Вам известно, что это разрешение должна дать примария, а не полиция. Полиция снова грубо нарушает закон. Если вы не согласны с полицией, вы имеете право обратиться в суд. Верно. То есть вы снова нарушаете законодательство Республики Молдова. Вы снова занимаетесь злоупотреблением, как и в прошлый раз. Алексей Лунгу заявил, что обратится во все суды, в том числе в Европейский суд по правам человека, чтобы привлечь к ответственности сотрудников полиции, незаконно применивших физическую силу. Лунгу также высказался по поводу начатого против него уголовного преследования по статье «За хулиганство». Вот так выглядит демократия в Республике Молдова. Это наш европейский путь. Это наша полиция, существующая за счет граждан, которые выплачивают налоги. Это результат указаний Берлибы, Гораза и Черноуцана. Берлиба, Гораза, Черноуцана. Гарантированно. Еще одно дело. Республика Молдова потеряет в СПЧ. Она пострадала от настоящих мужчин молдавской родины в погонах. Шкафов, которые не умеют себя вести с женщинами. Я желаю им, чтобы их жены никогда с таким не сталкивались. А им позор. Перед заседанием суда Башкан Гагаузи и Евгения Гуцул поблагодарила всех за поддержку, которую ей оказывают каждый раз. За нами правда. За нами должен быть закон. За нами справедливость. И то, что вы выходите и поддерживаете Марину Александровну, это ей придает силы. Сегодня народ хочет одного – жить хорошо. И спасибо, что вы выходите, поддерживаете нашу гагаузскую автономию. Потому что мы – часть Молдовы. Мы хотим жить в независимой, дружественной Молдове, где нас не будут разделять на гагаузов, на молдаван, на болгар, на украинцев и так далее. Независимый депутат Марина Таубер выразила уверенность в том, что справедливость восторжествует. Вы действительно самые сильные. И каждое судебное заседание по-настоящему превращается в радость, потому что это возможность увидеть друг друга и еще раз доказать себе. Мы самые сильные и будем бороться до конца. Люди видят, что происходит. Они разочаровались в Майи Санду и ее политике. Всем политика им. Выступая перед зданием Буюканского суда, члены Блока Победы и депутаты, пришедшие поддержать Марину Таубер и Евгению Гуцул, заявили, что репрессии властей не помешают им в борьбе за справедливость. Марину Таубер, Евгения Гуцул, Светлана Папан – это те люди, которые на сегодняшний день находятся под политическим и уголовным преследованием. Это те люди, которые показали, что можно развивать нашу страну. Евгения Гуцул на своем поприще в Гагаузской автономии доказывает ежедневно, что можно изменить жизнь в лучшую сторону. Дорогие друзья, конечно же мы понимаем, что эта власть нас боится. Боится, поэтому и они находятся сегодня в агонии. Они не знают, как с нами быть. Это говорит о том, что мы на правильном пути, если народ приходит и защищает тех, кто борется за правду, кто борется за страну. Вы знаете, не секрет ни для кого, что беспредел у нас продолжается уже 4 года. Такого беспредела более чем до 32 года независимости в этой стране не было. Мы сегодня прекрасно понимаем, что партия ПАС, руководство страны, подмяло под себя абсолютно все государственные структуры. Обратите внимание, скоро полиции на наших протестах будет больше, чем нас. Покажем еще раз, что являемся единственной оппозиционной силой в Республике Молдова. Сегодня мы единственные, кто защищает права граждан. Мы единственные, кто борется за свою страну, независимо от того, кто мы. Молдаване, русские, украинцы, гагаузы, румыны, цыгане, болгары. Мы все молдаване и должны бороться за свою страну. После судебного заседания Марина Таубер заявила, что 8 июля будет принято решение об объединении ее дела с делом Евгении Гуцул и Светланы Папан. На этот день назначено следующее судебное заседание. Во время судебного заседания адвокаты защиты отметили ряд нарушений и что эти дела просто копипейст. И, конечно же, очень смешно, что их передавали в суд на разных этапах. И это очередной раз доказывает обычное политическое давление, которое оказывается на представителей именно нашей команды. Сегодня в зале суда нелегально находилась журналистка ЗДГ, которая является и свидетелем. То есть она выступала и как свидетель, и находилась сегодня в заседании. Хотя в то же время Павел Костиков, как свидетель, не мог находиться на этом заседании. Что говорит о том, что прокуроры и суд всяческими способами пытаются навести, как говорится, тень на плетье. Господин Ебуря, прокурор, который является главным по этому делу, просто не явился. Хотя в прошлый раз кричал, но честно, если боссарды, резонансы. Напомним, уголовное дело в отношении Башкана Гагаузи и секретаря Центрального аппарата бывшей политической партии ШОР было направлено в суд в середине апреля. Их обвиняют в сознательном принятии в качестве сообщников финансирования конкурента на выборах и политической партии со стороны организованной преступной группы. Евгения Гуцул отвергает, все обвинения и квалифицируют дело как политическое. Ранее в правоохранительных органах подчеркивали, что не выполняют политические заказы, а представители ПДС утверждали, что не вмешиваются в отправление правосудия. Марина Таубер была отстранена от участия в выборах примара Бельц в 2021 году после того, как в первом туре за нее проголосовали почти 48% пришедших на выборы избирателей. Таубер считает, что были нарушены ее право на справедливый суд, право на защиту и право избирать и быть избранным. Это дело Таубер и ее адвокаты называют политическим и помимо абсурдности обвинений ссылается на отсутствие достаточных доказательств и спешку, с которой оно рассматривалось. Адвокаты политика обратились в Европейский суд по правам человека.